Всем привет! Хочу немного рассказать про свои котлеи, которые я садил в уголь, как они себя чувствуют, ну и немного рассказать о них. Вот, например, котлея, которую я получал летом от Швертер, она у меня цвела летом, месяца три назад я показывал это на своем канале. Это котлея Форбуса, и тогда я жаловался, что она мне открыла цветок, и цветок был с деформациями, деформации были и на губе, и по цвету, был очень непонятный такой цвет. Ну, в общем, вот она открыла свой бутон буквально на днях. С предыдущего цветения прошло где-то чуть более трех месяцев, она после того, как отцвела мне летом, сразу же выдала новый рост. Ну, рост довольно-таки быстро рос, и вот она, сразу появился у нее бутон, и вот она его открыла. И вот, что я могу сказать. Ну, на данный момент, конечно, цветок не имеет вроде бы как деформации. Вот такое вот цветение. Есть небольшое искажение цвета, губа у нее должна быть белая, а лепестки должны быть такого бежевого оттенка. Ну, вот стоит она у меня полностью под искусственным светом, очень ярким светом. Это светодиодные лампы, ну, и получает она порядка, наверное, 50 тысяч люкс, может даже чуть побольше. Ну, и вот, можно видеть, что на лепестках тоже есть такие вот розовые, да, отливы, такие вот, изменения цвета. Ну, в прошлый раз этот розовый цвет тоже залазил везде на лепестки. Ну, не знаю, как к этому относиться. Губа была белая, и вот, буквально два дня прошло, или три с ее открытия, губа изначально была белая, но теперь вот она свету стала приобретать такой розоватый оттенок. Есть вариации котлей Форбуса, по-моему, если не ошибаюсь, с розовой губой. Ну, может быть, что-то вот подобного плана. Но запаха на данный момент я от нее не чувствую. Возможно, это связано с тем, что свет хоть и яркий, но, возможно, недостаточно. Поэтому лепестки у нее имеют вот такой вот зеленоватый оттенок на данный момент, а летом она цвела, и лепестки были бежевого оттенка. Ну, и вот сам рост как выглядит. И вот, можно видеть, что, не знаю, как это воспринимать, но вот видите, что это изначально мне хотело выдать два цветоноса, что ли, с одного роста, я так и не понял. Но вот, в дальнейшем она очень быстро засушила второй вот этот вот огрызочек. Что это должно было быть, мне неизвестно. Не знаю я, как относиться к данной котлее. Вроде бы, вроде бы и нормально, но, опять же, не все, слава богу, да. Ну, посмотрим, буду наблюдать и дальше за ее, за ее развитием. Дело в том, что, если бы она мне исказила, бы снова деформировала цветок, ну, конечно, бы я такую орхидею держать не стал бы. Ну, пока форма, вроде бы, цветка меня устраивает, но с цветом пока еще, пока еще есть кое-какие огрехи. И, возможно, что прошлое цветение было с деформациями, еще связано с тем, что котлея пришла мне с бутоном, и она, не с бутоном, а пришла она мне с вызревшим уже ростом, и вскоре выдала бутон. Может быть, сказалось, что так дорога, и плюс я производил обработки от вредителей, может быть, они тоже накладывают определенный отпечаток. И эту котлею я посадил в уголь. Вот сейчас я вам хочу показать, что это из себя представляет. Это вот такие вот крупные куски угля. Давайте посмотрим, что у нее тут происходит. Ну, вот корни, которые выходят на поверхность, они из горшка, они засыхают. Возможно, это связано с тем, что влажность грунта, вот видите, вот растущие корни, влажность вот такого вот грунта, она довольно-таки высокая. Уголь, он очень хорошо выбирает себя в воду, и при поливе, можно заметить, что когда капаешь на угли, то вода как в губку впитывает вот этот уголь, вода сразу же проникает внутрь. И вот сохраняет влажность грунта довольно-таки высокой. Ну, здесь надо набить руку, набить руку нужно для того, чтобы не переливать орхидеи. Ну, опять же, горшок у нее такой вот весь в дырочку. И вот смотрите, как уголь хорошо держит влагу, можно судить, потому что на угле стал появляться мох. Я его не подсаживал, он появился здесь сам по себе. И вот на некоторых кусках, видите, на некоторых кусках, вот уголь сейчас на вид очень сухой, но какую-то воду он все равно там держит. Вот появляется уголь, ой, мох. Есть, наверное, вероятность переливания в таком горшке, но я поливаю горшок орхидеей после того, как она у меня полностью просыхает. Я определяю эту повеску горшка, он все равно становится легче и на вид можно видеть, что через стенки, что грунт просох. Но видно, опять же, это не везде, потому что две остальные мои орхидеи, посаженные в уголь, они сидят в закрытых горшках, и там ничего не видно. И вот их уж точно приходится определять исключительно по весу. Сейчас я вам их покажу. Это две мои орхидеи, которые я привез из Вьетнама. Привез я их, по-моему, в марте месяце. Ну, и у меня под рукой не было никакого грунта тогда, ни коры, ничего. Поэтому единственное решение, которое я вот принял, посадить их в уголь. Уголь можно легко добыть, это уголь для шашлыка, наломал его крупными кусками. Тогда как назло в магазинах не было коры, ну, осадить орхидеи нужно было. Поэтому я их вот и посадил. Вот это вот котле, если не ошибаюсь, это гибрид дигбианы. Ну, судя по тому, как она цвела во Вьетнаме, может быть, мне удастся вставить фотографию цветения, посмотрим. Может быть, я найду. Она мне вырастила. Ну, она мне сразу обгорела, значит, на солнце летом. Вот эти вот листья, они все сгорели. Один пришлось даже обрезать. Выдавала она один рост. Но осенью, когда уже на балконе было прохладно, стояла она у меня на балконе, вот в такие вот чешуйки попала вода, и рост этот загнил. Поэтому мне пришлось его удалять. А вот после этого она, ну, не после этого, летом она принялась растить мне вот этот вот рост. Ну, и вот с ним все в порядке. Вот он такой вот большой, он уже созрел. Но цветения здесь не будет. Надеюсь, что со следующего роста она уже будет готова к цветению. И также она сидит в угле. Ну, вот эти вот белые разводы, это, конечно, от удобрений, потому что уголь, он является хорошим ацербентом. Все лишние вот эти вот соли он, конечно, выбирает с себя. Ну, и вот как выглядит сам этот грунт. Он тоже зеленеет. На нем тоже появляется мох. И вот видно, что есть небольшие зеленоватые такие участки. Ну, то есть вот здесь вот он селится на таком грунте мох очень неплохо. Потому что все-таки грунт является довольно-таки влагоемким. Ну, вот поливал я ее, если не ошибаюсь, дня два назад. Но горшок еще такой тяжеловатый. Поэтому с поливом тут еще. Ну, зимой стоит она также у меня под искусственно сильным светом. А полив, в принципе, часто и не нужен. А летом такой грунт просыхает очень быстро, особенно на жаре. И вот можно видеть, можно видеть, как вылазят корни из дренажных отверстий. В принципе, вот по ним я вижу, они все живые, они все хорошие. Котлея развивается очень даже неплохо. Ну, еще раз повторюсь, тут главное приноровиться с поливом, набить руку. И в дальнейшем все будет хорошо. И еще одна котлея, которую я привозил из Вьетнама. Это гибридная котлея, имеющая желтый цветок с красной губой. Название ее я не знаю, что у нее в роду намешано, тоже не знаю. Зацветет, посмотрим. Выдала она мне с весны, если не ошибаюсь, сразу два роста. Вот этот рост. Он выдал мне чехол. Выдал он чехол мне ближе к осени. И видно было, что в чехле были бутоны, но в итоге они почернели. Когда я вскрыл уже этот чехол, видно, что она зачернела эти бутоны и сбросила. Ну и вот, недавно созрел. Следующий рост имеет он вот такой вот чехол. Ну и что могу сказать, на просвет, если посмотреть, если посмотреть на просвет, то там видно, идут бутоны. И есть движения в чехле. Хоть очень медленно, но верно, бутоны созревают. И вот тоже смотрите, насколько сильный свет, искусственный, можно судить по тому, как загорают листья. Вот видите, оборотная сторона листа, она имеет красноватый оттенок, такой баклажановый даже, я бы сказал, цвет. И вот все вот эти вот бульбы и чехол, что у этой котле, и что вот у этой. Лист тоже имеет такой, вот видите, свекольный оттенок, баклажановый. И это все загорело под, именно под искусственными лампами. Ну вот это вот все, касаемо моего опыта выращивания орхидеи в угле. У меня их только три. Я поначалу думал, что если эксперимент, скажем так, пойдет неудачно, если им будет там расти, если они не будут там расти или будут загнивать, то я, конечно, бы пересадил их из такого грунта. Но пока с ними все нормально. Вырастили они уже не по одному росту. Вроде бы каких-то проблем я не вижу. И вот даже можно видеть, что что это, что вот это вот котле, они зацветают. Поэтому наращивают много корней. Поэтому эксперимент я буду продолжать, так и оставлять их в этом грунте. Ну, все свои последующие орхидеи, которые мне приходили, которые я садил после них, я садил их исключительно в орхиату. Ну, вот такой вот у меня опыт выращивания котлей в угле. Это все, что я хотел вам показать. У меня все, пока. Пока.